ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича 21. Вход со двора. Проект состоит из трех частей. Это жизнеустройство, конкретно сопровождаемое проживание, социокультурная деятельность и трудовая деятельность, которая так важна для любого взрослого человека. За время этого именно работало четыре квартиры, где проживали ребята из интернатов, которые останутся проживать в муниципалитете. Работало шесть мастерских, рабочие места, профориентация, обучение. И кроме этого творческие коллективы. Вместе с Инновационным культурным центром были сняты ролики, которые показывают и методическую основу дают данному проекту. И все это отслеживала группа ученых во главе с профессором, доктором наук, Юлией Николаевной Гологузовой. И была написана большая концепция. К нам приехали эксперты из Москвы, из Санкт-Петербурга, которые помогут оценить ту работу, которую мы делаем, и проговорить, может ли быть это реально моделью жизнеустройства для людей с ментальными нарушениями. Разницы между нашими питерскими проектами и тем, что здесь происходит, практически нет никакой, по крайней мере, с мастерскими. Ну, действительно, кроме того, что это находится сильно дальше, и я понимаю, что могут возникать другие сложности. Первоначальная идея была в том, чтобы сделать открытую площадку, где люди с особенностями смогут встретиться с каким-то более широким сообществом и взаимодействовать не было идеи того, что мы будем делать мастерские, в которых мы будем эти штуки продавать. И уже потом стало понятно, что вещи, которые ребята делают в этих мастерских, они конкурентоспособны, и мы можем выходить уже на какие-то рыночные условия и основания. С кафе там получилось еще непредсказуемее и круче, потому что сейчас кафе самоокупается, оно отбило там свои вложения, и это точка притяжения многих социальных проектов. Организация была создана в 2006 году, и она объединила различные маленькие НКО региональные по Российской Федерации, которые занимаются проблемами людей с интеллектуальными нарушениями, психофизическими нарушениями, для того, чтобы собирать лучшие практики, помогать друг другу расти, находить лучшие качественные решения. И этот опыт затем пытаться лоббировать в нормативно-правовой базе, и так далее, и так далее. И для нас это чрезвычайно важно, потому что сегодня выросшее экспертное сообщество, которое на определенном уровне предлагает уже решения в своих регионах, открывает какие-то новые площадки, альтернативные государственной системе, с иным качеством отношений к людям с инвалидностью, которые активны в своих регионахах,